Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Иисуса Новина. И сегодня мы будем делать обзор 15 главы. 15 глава, она рассказывает о границах земли племени Иудина. И здесь говорится, как Халев и Гафнил покоряют Хеврон и Давир. То есть это то, о чем мы уже говорили. Им давали земли, которые еще даже не завоеваны. Потому что если Бог принял решение, и жребий кидали об этих землях, которые некоторые были еще не завоеваны. И перечисляются города, принадлежащие племени Иудину. До 63 стиха, где окончание этой главы. Поэтому мы обратим внимание с вами на то, как начинается эта глава. Перечисление имен мы не будем делать, потому что... Как мы можем это истолковать? И эта глава начинается словами. «Жребий колену сынов Иудиных. По племенам их выпал такой. В смешности с Эдумею была пустыня Син. К югу при конце Фемана. Южным пределом их был край моря соленого. От простирающегося к югу залива. На юг идет он к возвышенности Акровимской. Проходит Син. И, восходя с южной стороны, Кадес-Варни проходит Хецрон. И, восходя до Адара, идет на западной стороне Кадеса, поворачивая к Каркаи. Потом проходит Ацмон. Идет потоку Египетскому. Так что конец всего предела есть море. Имеется в виду Западное море. И, когда упоминается море, также иногда имеется в виду Красное море. Сей будет южный ваш предел. Южный предел касается и Красного моря. Пределом же к востоку все море соленое, до устья Иордана. А предел северной стороны начинается от залива моря, от устья Иордана. Отсюда предел восходит к Беф-Холге и проходит с северной стороны. К Беф-Араве идет предел вверх до камня Богана, сына Рувимова. Потом восходит предел к Давиру, от колена Ахор. И на севере поворачивает Галгалу, который против возвышенности, одумимо лежащего с южной стороны потока. Отсюда предел проходит к водам Эн-Шеморша и оканчивается у Эн-Ругела. Отсюда предел идет вверх к долине. И вот так подробно перечисляются все очертания границы. Тогда как бы системы распознавания по картам практически отсутствовали, или карты были очень несовершенны. Поэтому здесь указываются разные ориентиры. Такая-то гора, такой-то камень, такая-то земля с таким названием, чтобы люди смогли сориентироваться. И так продолжается до 12-го стиха, который звучит так. «Вот предел сынов Иудина их с племенами их со всех сторон». То есть очерчена целиком земля, которая была отдана потомкам Авраама Исаака Якова. И далее говорится о том, как Халев и Гафаниил покоряют Хеврон и Давир. «Ихалифу, сыну Иефонину, Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу. И дал ему Иисус Кириаф Арбы, отца Инакова, иначе Хеврон». То есть там, где были могилы патриархов и по преданию даже первого человека. Хотя, когда мы говорим о первом человеке, есть как бы два предания, что в какой-то момент голову Адама перенесли поближе к Иерусалиму. Может быть, это сделал царь Давид, когда решил, чтобы Иерусалим стал столицей не только еврейского народа, но и всего мира. А так как Адам является праотцом всех людей, мог произойти перенос вот этой головы Адама на гору, которую позже назвали Голгофа, то есть гора Черепа. 14 стих «И выгнал оттуда Халев, сын Ифонин, трех сынов Инаковых, это великаны, Шишая, Ахимана и Фалмая, детей Инаковых. Отсюда Халев пошел против жителей Давира». Ну, здесь надо вспомнить, что Халев – это 85-летний человек, но который не потерял силу, даже в таком возрасте. Отсюда Халев пошел против жителей Давира. Имя Давиру прежде было Кириаф Сефер. «И сказал Халев, кто поразит Кириаф Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жены». То есть его дочь, она была замужем, и он, может быть, терялся в догадках, кого избрать мужем для нее. И вдруг нашел решение. Человек сможет проявить воинскую отвагу. Это человек, на который можно положиться, и это будет подходящий муж для его дочери. Поэтому он ставит такое условие. И взял его, то есть этот город, Кириаф Сефер, Гафаниил, младший сын Кеназа, брата Халевова, и отдал он в жену ему Ахсу, то есть Халев отдает в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей, что тебе? Она сказала, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники, вот. И дал мне источники верхние и источники нижние. То есть, как только девушка выходит замуж, она с этого момента бледет интересы мужа. И она поэтому подошла к отцу и попросила, чтобы дали еще земли в низине, чтобы там были источники. И даются источники нижние и верхние. А аллегорическое столкование может быть такое. Верхние источники – это чтобы откровение от Бога не прекращалось. Нижние источники касались материального, физического благополучия. И, возможно, и то, и другое, оно одинаково верно. Далее перечисляются города, принадлежащие племени Иудину. Здесь одни имена и названия местности. Например, вот 60-й стих. «Кириаф, Ваал, иначе Кириаф, и Арим, и Арава – два города с их селами и предместями». И так далее. И так до конца. И последний стих, 63-й. «Но Ифусеев, жители Иерусалима, не могли изгнать сына Июдины, и потому Ифусеи живут сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня». Вот победу над Ифусеями и захват Иерусалима, а я бы сказал, освобождение Иерусалима, совершит царь Давид. Почему освобождение? Потому что эти земли были предназначены с самого начала, когда сыновья Ноя получали уделы, Сим, Хам и Афет, Симу, предку Авраама Исаака Якова. А тут оказались хананеи, филистимляне, а они потомки Хама. Хама – это Мицараим. Им принадлежит Египет и Африка. А они оказались живущими в этой земле. Поэтому процесс захвата этой земли с точки зрения божественного права можно назвать освобождением этой земли. Потому что, когда мы смотрим книгу «Бытия», там перечисляются земли, которые принадлежат Хаму, как и Симу, и как и Афету, и так далее. Итак, сегодня мы сделали обзор 15-й главы. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз будем читать 16-ю главу этой книги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...